Мужчина сдал 3000 патронов. Взамен получил 100 тысяч рублей. Всего за 2021 год 9 ульяновцев добровольно предоставили органам внутренних дел гладкоствольные ружья. А вот шестерых привлекли к ответственности. По указу президента Владимира Путина порядок получения оружия ужесточен. Начиная с июня огнестрельное вооружение недоступно лицам младше 21 года. А вот процедура получения лицензии упрощена и стала доступна в формате онлайн. Что в настоящее время очень актуально. То есть гражданин практически не посещает подразделение лицензионной решительной работы. Он, находясь дома, может через портал госуслуг подать заявление, непосредственно приложив скан копии документов о том, что просит выдать ему лицензию, разрешение. Если говорить в целом, управление Росгвардии по Ульяновской области за 2021 год показало положительный результат. Задачи реализованы. Обеспечена безопасность на 156 массовых мероприятиях. Специальными подразделениями ОМОН и СОБР выполнено более 650 заданий. За каждой цифрой стоит потенциальная опасность, которую удалось миновать. Комплекс задач, поставленных перед управлением в 2021 году, реализовывался не в простых условиях. Общественно-политическая обстановка, как в регионе, так и в его пределах, в свою очередь, характеризовалась наличием таких как внешних, так и внутренних вызовов. Они продолжают, к сожалению, иметь место. Это и распространение коронавирусной инфекции, проведение несанкционированных митингов в начале года. Тем не менее, безопасность граждан обеспечена в полном объеме. Кроме того, были организованы уроки военно-патриотического воспитания и мужества для молодежи. На постоянной основе организовано проведение дней открытых дверей с демонстрацией учебных видов оружия и экипировки бойцов спецподразделений. С соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер проведены мероприятия по поздравлению участников Великой Отечественной войны в новых форматах, такие как парад у дома ветерана. Ключевые моменты работы ульяновских росгвардейцев в 2021 году были отображены на полосах газет и репортажах СМИ. Больше ста телевизионных сюжетов было выпущено совместно с подразделением. Сегодня за активную работу награждены корреспонденты региональных средств массовой информации. Такое взаимодействие обеспечивает прозрачность работы ведомства. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.